Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Один из моих любимых аятов уже несколько десятилетий жизни. Но вначале, в контексте того, о чем я говорил в Новоазе, хочу сказать несколько слов. Мусульмане, в мире их очень много, нас с вами. Миллиард ли, полтора миллиарда. Неважно. Почему? Потому что сказать, что это серьезнейшее. Приятно, да, бывает, что в таком-то научном центре, или такой-то бизнесмен, или такой-то государственный деятель, смотришь там, неважно. В любой стране мира, когда мусульманские имя, фамилия, приятно это видеть. Но с учетом, что у нас миллиард или полтора миллиарда, там это должно быть, считайте, через три, должно быть среди известных политиков, бизнесменов, деятелей культуры, деятелей науки. Каждый третий должен быть, по сути дела, в той или иной степени. Но видно, что это мусульмане, вроде как. Те или иные проблемы, о которых я физически говорю, сейчас не буду упоминать. Я скажу лишь о том, что нам с вами, сегодняшним кому-то двадцать, кому-то пятьдесят, мы не имеем права терять надежду. То, о чем мы говорили на ваазе. Мы обязаны иметь цель. Как говорил пророк Мухаммад. Алейкум бель-каста. Поэтому человек сегодня, работающий, двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят, или шестьдесят лет, каждому из нас нужно у себя спросить. У нас цели есть? И если у нас цель прокормить семью, и мы эту цель передадим своим детям, то выше среднего ни вы, ни они не поднимутся. У них цель всего лишь прокормиться. Хотя Куран внимательно читайте, хадисы внимательно читайте, Всевышний дает блага и кормит, и сколько хочешь, и все это есть. То есть берите цели повыше. Возможность. Мне было приятно, когда какое-то время назад, я обратил внимание, не знаю, говорил вам или нет, несколько недель назад. Я приехал ранним утром, в шесть с небольшим утра, и обратил внимание, совсем молодой парень, таксист. Ну, совсем молодой. Я говорю, сколько тебе лет? Потом решил спросить все-таки. Я обычно не разговариваю ни с кем. Он когда повернулся, я смотрю, ну, совсем молодое лицо. Двадцать лет ему, и он параллельно получает высшее образование. Он говорит, так как я не могу оплачивать, мои родители не могут оплачивать мне высшее образование, я получаю, ну, где-то он то ли в Самаре, только в каком-то из городов России, он получает высшее образование, заочно учится, потому что денег нет, и подрабатывает. И если такого рода людей будет больше, и они, несмотря на жизненные трудности, не остановятся, и в свою душу помните? Говорил пророк Мухаммад, Всевышний не перестанет вас одаривать своей божественной милостью, пока вами не одолеет чувство печали, тоски. Нам нельзя иметь удобные диваны, удобные кресла. Я помню, когда мы были студенты, меня очень воодушевил один из ученых. Он себя окружал. Ну, я по стилю такой тоже. Он себя окружал книгами. Если одолевал сон, он засыпал, то опускался, и часть книг падала, и он просыпался. Ну, понятно, что высыпаться тоже надо, иначе иммунитет будет не сильным. Но суть в том, что на сегодняшний день эти удобства современности превратили людей их цель всего лишь прокормиться, прокормить семью. И даже если у людей появляется достаток, опять же, их цели потребительские. Самому получить образование, детям дать образование. Духовно, самому развиваться, детей духовно развивать. Это очень большая работа. Не в смысле, чтобы они в мадресе учились. Современных, прогрессивных, чтобы человек завтра стал доктором наук физики. Таких мадресе нет. Но духовные составляющие, воскресные мадресе, чтение Корана – это крайне важно. Но при этом, пусть будет физиком, пусть будет химиком, математиком, и так далее, и так далее. На этом этапе, то есть, вот, мое поколение, тем, кому 50, мы не смогли ничего сделать. Мы пока что огромная, большая масса, миллиард, полтора миллиарда боремся со своим религиозным экстремизмом, терроризмом, и все вот эти непонятные какие-то вещи, которые происходят в мире. Мы не смогли стать каждый третий особой личности в современном мире. В бизнесе, в науке, в культуре, в политике. Мы не смогли. Пышности о своем мы высокого уровня не достигли. Но те, кому сейчас 10, 15, 20, наши дети, надо же их в этом направлении толкать. Надо же им в этом направлении возможности дать. И надо эти цели им сформулировать. Иначе все так же и останется. И учтите, периодически поднимаются темы, к сожалению, всякие радикальные среди христиан и среди тех других радикальных. Вот там эти, там мигранты, еще что-то, еще что-то. У нас опыт за последние 30 лет очень хороший. Конец 90-х, начало нулевых. Очень много людей Всевышний так пожелал. Их вытеснило из своих республик. И они рассеялись по России и по миру. В том числе из-за военных конфликтов, которые были в 90-х на Кавказе. Но те из них, кто не потерял надежду, очень многого достигли в жизни. Очень многого. В том числе на российском государственном уровне. Те, кто не потерял надежду, верил во Всевышнего в контексте веры себя, труда, стремления. Но большинство остались на уровне пособий или там себе оформить пособие по инвалидности. Здоровый мужик или здоровой женщине. Чтобы как-то прокормить себя. Вот и вся цель. Поэтому будем надеяться и никуда не деться. В мечетях больше всего выходцев со Средней Азии. Теперь в 80-х, когда я ходил в мечеть, большинство было татары. Они также остались, но потом резкий наплыв большинство с Кавказа были, конец 90-х, нулевых. Далее уже конец нулевых, и далее большинство Средней Азии. И на вас, те, кто выходцы из Средней Азии, огромная ответственность. Не сидеть на мягких креслах, которые вы заработали перед большими телевизорами, как сейчас по статистике, за последние 8 месяцев россияне потратили 157 миллиардов только на новые китайские телевизоры. А чтобы на самом деле свое мягкое место, неважно вам, 40, 50 или 60, поднимать и хотя бы помогать своим детям, ставить цели, а не вместе с ними сериалы и мультики смотреть. Третья сура, 185-й аят. В моей голове он с начала 90-х. Я просто эту суру учил тогда, постоянно ее повторял, ехал в автобусе в Каире. И когда очередной раз уже по памяти я перечитывал эту суру, ну, так как постоянно, чтобы не забыть, нужно постоянно повторять, я ехал в автобусе, я прямо как сейчас помню. Я в автобусе смотрю себе просто в окно, повторяю суру и контролирую, чтобы не пропустить ничего. То есть ты читаешь по памяти и потом просматриваешь глазами уже просчитанные. И я поразился, думаю, Шамиль, ты уже сотни раз прочитал эти аяты, я так не задумывался. Смысл глобальнейший. Третья сура, 185-й аят. Любая душа вкусит вкус, почувствует вкус смерти. Это очень хорошо мотивирует, пробуждает. Это безвольных только расслабляет. Каждая душа почувствует вкус смерти. Воздаяние вы получите в судный день. То есть в этой жизни не надо ждать от кого-то спасибо, поблагодарили вас, не поблагодарили, это неважно. В полной мере вам воздастся иншалла благом и триллионно кратно по божественной милости. В судный день. Вот там. Место встречи с точки зрения получения настоящего спасибо. Вы в жизни посмотрите вот эту часть аята. В жизни. В жизни. Кто успешен? Часто говорят. Человек, который приедет на Роуз-Ройсе, он успешен, вы подумаете. У меня вопрос. На каком-то этапе жизни я мог купить себе спокойно Роуз-Ройс на свои личные деньги. Я это не сделал. У меня такой цели не было. Только дизайн мне нравится. Я считаю это глупым. Это низкопотребительский уровень. Я не критикую Роуз-Ройс и тех, кто на них ездит. Или Мерседесы с класса. Супер! Аль-хамду-ли-ля. Но успех не в этом. Люди, и таких много среди ваших знакомых в том числе. У человека не было машины, он купил какую-нибудь машинку, все, он уже хвастается. Даже это не Мерседес, он хвастается, смотри, какая у меня вот эта, вот эта, чего-то там, шерри китайский, вот смотри, какая. То есть он успешный, он уже выглядит перед своими односельчанами успешным. Да нет. Это просто средство передвижения. Одно есть вот такое, другое есть вот такое. Если оно тебе нужно, да пожалуйста, неважно там С-класс, Роуз-Ройс, ты хоть там, что хочешь делать. Но смысл жизни не в этом. К сожалению, если вы покопаетесь в голове, и что меня опечаливает, мусульмане, у них в основном смысл в этом. Как один недавний мне говорит, общался, то есть та же самая недвижимость, он риэлтор в Дубае был. Общаешься с арабами, мне говорят, вот делать не знаю чего. Вот я думаю, яхту взять, поеду через океан туда и обратно. Делать нечего совсем. Вот так народ зажрался уже просто, вот что делать, не знаю. Чистой воды, больше никаких целей нету. Представьте себе. Кто успешен? Кто будет удален от ада, введен в рай фа-катфас? Кто достиг успеха? И это не те, которые супернабыжные, целыми днями молятся, не факт. Не факт. Возможно, это многодетные мамочки, которые целыми днями там и убираются, и стирают ребенка, туда провожают, и намазы учат читать, и Коран учат читать, целыми днями ночами детьми занимаются. Потому что они мамы, ответственные. Они целыми днями сидят в салоне красоты. Именно такие окажутся успешными. И вот концовка «Земная жизнь – ничто иное, как матау л-гурур». Я здесь себе написал, прочитай то, что ты в свое время написал. Но матау л-гурур уличным языком современным сплошные понты. Земная жизнь – сплошные понты. Количество лошадиных сил, я здесь пометил себе сегодня. Дороговизна часов. Редкие предметы искусства. Если даже вы скажете, что «Ну, Шамиль». Да нет. К сожалению. Поэтому мы не на третьем месте, а где-то там. Совсем. Здесь я в свое время перевел. Жизнь мирская, и нет сомнений в этом, предмет ослепления. Можно перевести самообольщение, тщеславие, высокомерие, предмет гордости. Поясняю. Она есть то, посредством чего вы можете быть обмануты, можете жестоко обмануться. И вот по сути дела купив за кровью и потом заработанные на протяжении десятилетий миллионы, миллиарды, купив то, что не стоит и гроша в контексте вечности. Поэтому мы сегодня говорили в том числе об образовании. Это важно. Это нужно. И даже порой сам тоже сталкивался. Порой говорили поучаствовать в том или ином касательно образования. Всегда с удовольствием. В школе что-то модернизируется и так далее. И это не тысяча рублей. Нет. Намного больше. В каких-то случаях можно и машину было купить себе. Поэтому я думаю, что у каждого из нас все-таки есть ощущение ответственности, что мы не ждем. Как я сказал, мне приятно, что когда президент одной из образовательных систем российских говорит вот в тех отдаленных городах обязательно сделайте школы. Но это он свои ответственности и обязанности реализует. И это не снимает ответственности с нас за развитие, в первую очередь, образования в нашей родной стране. Поэтому даже те из вас, кто из Средней Азии, нужно задумываться. Не приехать на дорогой машине домой или там купить дорогую машину. А задуматься в твоем селе хорошей школы, что ты можешь сделать, чтобы она стала хорошей, чтобы она стала лучшей. Или, может быть, даже не сможешь школу. Ну, возьми вот из этой бедной семьи мальчик или девочка очень умный. Возьми на себя их образование в хорошей школе в столице твоей страны. Возьми на 4-5 лет их образования. За твой счет. Все это можно сделать. На любом уровне материального достатка. Весь вопрос, человек чувствует ответственность за сегодняшний, завтрашний мусульман из своего народа и своей страны. Либо он просто, у него чистой воды пофигизм на мягком кресле перед большим телевизором, ругая тех в соцсетях эти, кафиры, те и так далее. Ладно, тормозну, не скажу. Сами продолжайте. Как таких называть? Как ? Открыть походи в